Друзья, всем привет! Давно у меня была такая мысль показать вам те места, небольшие ресторанчики, где мы были в Братиславе, и которые оставили у нас о себе очень хорошее впечатление. Сейчас мы находимся у кафешки у Золотого Бажанта. Это каменное на месте. Находится напротив музыкальных часов, которые все еще работают. И на этом месте когда-то был первый чешско-словацкий торговый дом Приор. Но идем в саму кафешку посмотрим. Несмотря на то, что мы живем в Братиславе уже почти 5 лет, эту кафешку мы обнаружили, можно сказать, только в этом году. Располагается она на втором этаже, и вход в нее довольно неприметен. Вот заходим вот ровно так слева. Идем. Всем, ребята, это на себя день. Интерьер этой кафешки довольно интересен. При входе попадаем сразу в этот холл, но столики для гостей находятся на втором этаже. Добрый день! Сидеть возле окна, конечно, интересно. Можно посмотреть, что происходит за окном. Но обратите внимание, здесь низкие столики. То есть, если вы зашли сюда просто попить пиво, тогда вам будет удобно и комфортно. Если же вы хотите что-нибудь покушать, поужинать, то лучше пересесть за вот такие высокие столы. Первый раз мне приходится пробовать зеленое пиво. Оно с привкусом ментола. Интересный довольно вкус. Очень насыщенный. Наверное, я таким на любителя. Неплохой. Нет. Интересный, необычный. Мы сегодня здесь с друзьями и выбрали разные сорта пива, чтобы, наверное, сравнить, понять, какое больше нам понравилось. У моей подруги тоже ментоловая. Александр пьет темное. Темное, так? Золотые бажаны. Золотые бажаны. И вот в этом бокале у нашего оператора Крушевица. Двенадцатка. Друзья, вот это колонна для пива. Ну, лично я вижу такое первый раз. Она вмещает в себя до пяти литров пива и ставится на стол для большой компании. Краник наливают в бокалы. Нам официант, конечно, предложил вежливо поставить такое на стол, но, боюсь, мы не осилим просто. Друзья, ну вот смотрите, картошка фри, да? Казалось бы, что нового может быть в ней? А вот вырезана вот таким же лобком для того, чтобы было удобно зачетывать, брать соус. Видите? Картошка очень вкусная. Не замороженная, это чувствуется. И каждый раз, когда мы сюда приходим, мы ее обязательно заказываем. Друзья, ну вот смотрите, видите, я очень быстро переобуваюсь. Попробовала зеленое. Это не люблю. Сейчас заказала темное себе. Мне оно больше понравилось по вкусу. Ходите сюда с друзьями, пробуйте разные сорта пива и выбирайте то, что больше подходит вам. Вкусное зеленое, ничего не скажу. Я люблю более спокойные вкусы, наверное. Ну а наши друзья сейчас сами о себе расскажут, о своих предсказках. Как тебе такой вкус? Мне понравился, очень свежий, такой напоминает травяной такой вкус. Я бы даже сказала, вкус весны. Мне понравилось пиво. Ну, тьмавое пиво нет конкуренции. Пицца. Пиццу здесь мы уже заказывали и заказываем ее каждый раз, когда приходим сюда. Четыре сыра. Очень вкусная. Попробуйте. Друзья, это уже другая пицца, называется Седляцка. Стоит 6 евро и сколько-то там центов, не помню сколько. Выглядит очень интересно. Расскажу немножко позже, какая она вкус. Ну, запах в составе этой пиццы. Сало, курица, кукуруза. Кстати, для нас это довольно неожиданно. Мы не привыкшие, что подают пиццу кукурузу, вернее, она входит в ее состав. Паприка немножко островатая, но очень вкусная, хочу вам сказать. Давайте здесь тоже попробуйте. Особенность местного кафе в том, что если заказываете пиццу, допустим, то вам тарелки не принесут, принесут салфетки. Если нужны тарелки, просто нужно попросить, вы знаете, пицца чем-то напоминает яичницу. Очень много яиц, много сыра, колбасы и салфетки. И салфетки. Яичницы. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, как видите, эти часы работают и по сей день с момента открытия первого торгового дома в Чехословакии. Значит, о ценах. Вы знаете, цены здесь довольно демократичные. Сложилось впечатление, что они остановились, наверное, где-то на уровне трех лет назад. Сколько стоил наш, так сказать, ужин, перекус, увидите из чека, который будет в этом видео. Я считаю, это достаточно недорого для Братиславы. Мы не были, конечно, очень голодными. Зашли попробовать пиво, разные сорта. Конечно, я рассчитывала на портер, который мне здесь очень понравился, но, к сожалению, его подают только в зимнее время года. Так вот, чек у нас на компанию из четырех человек составил 37 евро. Это две пиццы большие, две большие порции картошки фри, пиво, друзья, но, честно, не считала. В чеке посмотрите, сколько раз заказывали. Как всегда, было очень вкусно. Будете проходить мимо, она находится в старом городе. Загляните, я думаю, вам понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!